вид с крыльца голуби вольготно живется одна и та же пара живет уже наверное с десяток лет за год они раза четыре выводят птенцов видите тут туда-сюда-сюда так ну что надо будет немножко покататься садик опять таки супруга все траву косила вот эту красоту наводила кстати здесь живет наверное малиновка интересно так по утрам поет береза сосной соседствует ну и за всем этим домик сейчас я замкну и посмотрим на домик это я угукаю так никто меня не поддерживал когда я покупал землю я хотел чтобы это действительно было чтобы это действительно было такое хорошее домовладение земли много потому что самая ценная это земля там не то не все не 5 10 а именно земля 22 сотки земли и хотел чтобы тут все росло знаете вот как она растет как в дикой природе правда супруги это не нравится она тут наводит порядок свой каменюку эту степи нашли вот этот зуб еле выковырнул сюда так сказать древние скифские причиндалы воробушки скворушки малиновки гулюшки зайчики вот ну и дом который построил джек вот такой вот дом построен в 1996 году заселен кстати это орех большой прекрасно знаете сколько орехов дает но дашь эти орехи есть я как-то не особо вот когда не было орехов я их ел а когда они появились в изобилии видите сколько орехов до я что-то что-то как бы сказать перестал есть хотя же я их люблю орешки так ну что немножко немножко пройдем туда ведь я сделал заход чтоб большой заход был аура не умещается проемы что все нормально было оттуда заходишь и все шире шире так идем 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 раз два и третий этаж это мой рабочий кабинет как говорится личностный рост личностный рост у меня занял практически всю мою жизнь для того чтобы вот так вот можно было жить особо не тужить какая-то посадка новая это груша а вот это вот дубок дубок желуди которые я посадил с 500 летнего дуба ну знаете как в мультике не взлюбила мамка дубок и чтоб он не рос она его вот это вот карнает говорит что говорит что 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 говорит что на дубе размножаются такие вредители для сада поэтому не надо кстати вот это вот боярышник смотрите беленький один другой с такими шипами можжевельник тут а тут а федя роет ямы федя это собака который вроде как сторожит так это не наше это наше вот здесь вот на площадке стоял наш дом он был примерно знаете какой но как как вот тот не вот этот а вот тот да вот такой вот он был снесли снесли его ну и вот видите энцвейдрей вот тот третий это мой мой этаж это я там працую на нем то есть живу трудюсь и даже медитирую так ну вот как бы сюда как бы сюда подойти как бы сюда подойти как бы сюда подойти как бы сюда подойти то есть вот там еще видите вот это вот то есть первоначально вот это вот в нижний двор это было то что где мы жили все четвером прожили лет 15 отопление печка уголь вода во дворе туалет я правда сделал ну более менее теплый запасной выход и подвал 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 вы не видите ну вот он кирпич кончается начинается вот это вот сайдинг или как там его называют вот это уже подвал половина подвала под спортзал абрикосами то есть это моя половина половина котельня половина ну не половина а в остальной половине что там у нас видите какие грибы у нас тут значит ну кладовка что ли зайки скачут зайки балалайки ну вот рад что мне удалюсь удалюсь без посторонней помощи без папы без мамы и без еще кого-нибудь построить такой дом видите вот мой герб герб большое окно видите какие огромные можжевельники они тут снабжают нас фитонцилинами а это Фидосик Фидосик молодец помахал хвостиком так и должно быть это бугор на нас лезет ну пока держится ну идем домой мамка в доме запрещает снимать но мы с вами да смотрите какая мощная серия запах и вот окна окна спортзал мощная дубовая дверь мощная дубовая дверь и опять таки здесь герб так что вот он личностный рост личностный рост идет все время при этом никого не называем потому что сами такие ну и продолжаем что м Спасибо. Телескоп стоит, посмотрю в небо. Еще видите какая бируска растет, да не одна. Знаки, талисманы. Буду когда-нибудь разбирать для себя. Как выгляжи, выгляжи-то как. 70 лет практически, ёкарный бабай. Да. Гномик. Гномик. Кошки. Мама. Дракончики. С собачками фу. Кстати, люблю минералы. Смотрите, как свет играет. Добро пожаловать в мой кабинет. Третий этаж. Я называю «Мой Тибет». Книги. Петрович приветствует вас. Уху-ху-ху-ху. Садик с высоты вершин. Вот это тоже садик. То есть первый этаж, можно сказать, площадка. Уровень. Второй. И вон третий. Вид. Из окна. Ну и вот мой кабинет. Лежбище, где я отдыхаю. Стол, где я тружусь. Всякая-всякая-всякая-всякая-всячина. Сканеры. Принтеры. Ещё один принтер. Так. Господа слава. Вот это вот полочка, 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 полочка. Видите? Одна. А вот эта полочка вторая. Это книги, которые я написал. И благодаря которым я заработал вот это вот усю. Усю. Туалет показывать? По-моему, я его показывал. Это мой личный туалет. Собранная урина. Буду упаривать. Очень красивое сочетание зелёного, белого, естественно, зеркала. В зеркало по вечерам особо не смотрюсь. Вот такие-то дела. Картина. Путин, Курпатов, Петрович, Андрей, Лолита, Греф, этот самый, Коля, Ургант, Кашпировский, Максим Галкин. Так, тут ничего. Наконец-таки, этот самый, Эрнст Константин Львович. А вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, кто записывает. Я как-то не могу припомнить, кто это такой. Ну, видите, какой, какой это. Какой это. И вот она, как раз, программа Малахау Плюс. Супер-пупер. Запороли мне эту программу тем, что решили сделать иной формат. Птица счастья, кстати. Сделать другой формат, чтобы она из народной превратилась в рекламу таблеток. На что я ответил решительным отказом. Отказом я ответил. То есть, я считаю это очень серьезным, смелым поступком. достойным восхищения. Я сейчас этим восхищаюсь. Вид из окна. Тра-ля-ля. Фасетка. Ну, вот, как говорится. Вот как-то вот так, вот, вот так, вот, вот. Музыкой я особо не занимаюсь. То есть, сочиняю, составляю на этим. Это у нас такой ионизатор. Ну, что ты. А, что ж ты включаешь, когда тут все выключено. Четыре было фотоаппарата. Нажитых непосильным трудом. В результате финансовых проблем пришлось три продать. Все сократится. Кстати, вот эти вот камеры, камеры, они, если так особо не предвзято относиться, снимают так же, как вот этот Canon Mark III. Плюс еще вот эти вот камеры Sony. Знаете, прекрасные камеры. Я вначале их взял. Sony и так далее. Вот это. Ой, сказали, надо фотоаппараты. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Да. Если бы я не сказал, что снимаю на эти Sony, они бы их проглотили, грубо говоря. Вот. А так получилось, что, ну, ладно, я так сказать, мог себе это позволить. Очень важно мощь себе позволить. И я тогда приобрел, начал снимать. Хотя вот это вот прекрасно все это там работает. И, знаете, никаких заморочек. Через 30 минут этот фотоаппарат отключается, так он настроен. А вот эти камеры, вот те вот две, они будут снимать, пока у них лепестничество есть и свободное время на флешке. А сейчас я вот на эти вот камеры снимаю, чтоб еще вам показать, на что еще снимаю. Хожу с палочкой, с палочкой я хожу. Ой, жужу, 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 жужу. А я с палочкой хожу, вот. Видите, с палочкой. Что, глазки горят. Двойного подворотка нету. Ушки на макушке. Ну, на этом и закончим. То есть, вот, показал частичку своего успеха в материальном отношении. Далась она мне не за счет каких-то там, знаете, этих курсов месячных. И вот она это. А это произошло... Самое интересное, а как это произошло? А это произошло, вот, само собой. То есть, я жил в развалюшке. Примерно показал. Отомление печное, вода в колонке, удобство во дворе. И вот после того, как вот эти вот книжечки появились, проделанная работа была, проделанная работа была, достаточно, достаточно, так сказать, большая. Вот эти книги мне принесли средства, и я решил сделать дом. Купить земли и сделать дом. Вот тут я жил, вот тут я и живу. Сделать дом, сделал дом. Далее, в 2006 году появилось телевидение. Опять-таки, я туда не просился, а меня пригласили. Ну и получилось, поработал. Поработал и, грубо говоря, благодаря работе на телевидении, здесь ремонт в доме раза три делался. Менялись окна, потому что в 1996 году не было пластиковых окон. Это только все начиналось, были деревянные. Крыша была черепичная, все полупалось, потекло и так далее. Пришлось все это перестраивать, переремонтировать, чтобы появилась вот такая вот красота. Пол дубовый. По-моему, часть пола я даже сам положил, своими ручками. Вот, ну а дальше, что там? Гараж один, гараж другой, машина белая. Позвольте вам рассказать о моем новом автомобиле, белоснежке, который я приобрел по случаю. Машина черная. Потом, знаешь, этот нарезочек. Так сказать, я тоже не думал, что я буду иметь машины. Мне это как-то особо, ну как-то равнодушен был. У отца был запорожец, он говорит, ну прокатись на запорожец. Джето Volkswagen. За Джетто и Volkswagen появилась Deo Espera. Потом, одновременно с Deo Espera появился джип Chevrolet Blazer. Потом, потом, когда я уже был в этом самом, служил там, на первом канале, появился один Mercedes S-класса, другой Mercedes. Вот. Они не удержались, машины, увы, увы, не для наших дорог. Ох! В ремонте дорого стоит и как-то нет. И потом появился Lexus, на котором я до сих пор езжу. Сколько? 2002 года. Это 21 ему год. Доволен как слон. Ну и в Chevrolet Blazer я заменил в каком там? В 2007 году. Короче, в 2007-м так интересно получилось, что Lexus и джип продал Chevrolet Blazer взял GX 470 Lexus Хорошая машинка. Ну вот, потом захотелось побольше, хотя всего этого нормально было. В 2017-м так интересно получилось, что опять-таки, как бы, я знаете, каждой покупке человек должен быть как-то готов. Я вообще-то не особо был готов к этой покупке. Просто, когда я работал на первом канале, я приобрел квартиру в Ростове-на-Дону. Две однушки, соединенные в одну квартиру. Вот. Ну там как-то я не живу, не живу, а там отделочка, все прекрасно было. Раз, два, где-то три балкона, вид туда, вид сюда, вид на Дон. Ну, как-то, нравилось. И там даже гаражик. Правда, заезд неудобно. Вот. Ну, решили ее продать. Продали, получили деньги. И вот тут как раз я ехал мимо этого самого Лексус-центра там. Ключ авто. Хопа! Стоит беляшик. Беляшик, понимаете. Я думал, поскромнее взять, грубо говоря, где-то чтоб миллион шестьсот, но до двух миллионов. То есть, первый там этот рестайлинг, или как там, первую модель. Пятьсот семидесятого, так. А это оказалось, какая там, вторая. Фары отличные, линзы, все там такое. Ну, так вот как-то получилось. И мои домашние мне сказали, папа, бери. Я взял. Сначала как-то вот страшновато было на нем ездить, потому что ответственность какая-то большая и так далее. Ну, а сейчас как-то все привык, все нормально. То есть, с 2017 года я уже на нем езжу, а он с 2014 года я уже езжу достаточно времени. То есть, ему будет в следующем году десять лет, из этих десяти лет, вот, семь лет я на нем. Ну, вот, вот как-то вот так. Личностный рост, духовное совершенство и прочее, 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 прочее. Что я знаю? Шедро с вами делюсь. Выставил все. А уж ваше дело, поблагодарить или не поблагодарить, это уже ваше дело. Ну, вот такие-то дела. Ух, Bog nên. Поблагодаря. . assumption. Капи Blane. П cricket. . , . Продолжение следует...